Сегодня в Доме правительства республики прошло заседание антитеррористической комиссии. Обсуждали итоги деятельности муниципальных комиссий по противодействию экстремистской идеологии на местах. Рамазан Абдулатипов остался недоволен работой, проводимой в районах. Все подробности у Раисад Юсуповой. Максимально подключить общественные организации, учителей и депутатов к борьбе с экстремизмом. Каждый гражданин республики несет ответственность и не должен оставаться безучастным к тому, что происходит вокруг него, говорит глава в начале встречи. Но я еще и еще раз обращаюсь к дагестанцам, чтобы они проявили свою гражданскую позицию. Вот даже по событиям поселка Временные было видно, что час прессы, общественность начали, вместо того, чтобы разобраться, а что там на самом деле было и какая опасность оттуда исходила дагестану, дагестанцам, вместе до такого анализа начали охаивать действия правоохранительных органов. Я еще раз подчеркиваю, проведение мероприятий антитеррористического характера, конечно, мы будем и должны соблюдать законы и права человека, вопросов нет. Но при этом будем принимать самые жесткие меры по наведению порядка. Особое внимание глава рекомендует обратить на подрастающие поколения. В северном округе Дагестана 165 несовершеннолетних не ходят в школу. На юге 11 детей предпочитают классическому образованию обучения в медресе или в заведениях, так себя называющих. Сегодня Абдулатипов поручил еще раз проверить все исламские учебные заведения на наличие лицензии. Я каждый раз слышу это в докладе, что мы обнаружили столько-то, значит, религиозных образовательных учреждений без лицензии или без ничего. Если обнаружено, значит, надо закрывать сразу. Мы договорились, что мы делаем единое один теологический институт, как базовый. А под каждым кустом создавать институт? Теологический создан. Если создан, то туда объединяйте всех остальных. Глава Дагестана отметил, в республике около 20 тысяч учителей. Это огромный потенциал для работы с молодыми ребятами в части профилактики экстремизма. Из доклада заместителя министра внутренних дел сотрудники полиции активно отслеживают экстремистов в соцсетях, проводят разъяснительные работы с близкими тех, кто встал на это. В взаимодействии с УФСБ России проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение информации об участникам банкформирования, желающих прекратить преступную деятельность, а также разъяснительная работа с близкими, родственниками лиц, разыскиваемых за участие в незаконных вооруженных формированиях, по оказанию содействия в их добровольной явке в правоохранительной органе. Проводится также работа по установлению истинных намерений, явки с повидной, поскольку были случаи, когда институты вновь возвращались в преступные единства. Крайне неудовлетворительной назвал Абдулатипов работу глав муниципальных образований в части противодействия экстремизма, меньше формализма и больше работы с конкретными лицами. В частности, он рекомендовал организовать адресную работу с людьми, попавшими в места не столь отдалённые, а также с их близкими. Сегодня Абдулатипов поручил провести аттестацию с заместителей глав муниципальных образований, отвечающих за эту работу, пригласить для этого следователей из МВД, ФСБ и прокуратуры. Всех, кто не соответствует занимаемой должности, сократить. В завершении встречи он ещё раз напомнил собравшимся, в каком направлении должен работать антитеррористический комитет в ближайшие месяцы. Подготовить отчёт о работе и издать его главе республики антитеррористический комитет должен до 20 декабря. Раисат Юсупова, Ибрагим Магомедов и Расул Дибиров. Время новостей.